Доброе утро! У меня уже день почти, у меня 12. А тебе еще утро. Сейчас еще минуточку подождем, девочек. Здравствуйте. Здравствуйте, девчонки. Да, я знаю, у тебя 10, хорошо. Всем здравствуйте, девочки. Сегодня у нас такая тема очень интересная. Где-то, наверное, сложная для понимания, но очень важная. Нет. А, из Сочи уехала. Да, из Сочи уехала. Мы в Уфе пока. И вот где-то, наверное, на следующей неделе у меня тут вопрос дорешается мой. И уже обратно к морю. Но в сторону я хочу либо Новороссийск, либо Геленджик. Я хотела в Геленджик. Но мне больше многие порекомендовали, если для постоянной жизни, говорят, лучше, наверное, Новороссийск. Уже буду на месте решать, поеду. И там уже на месте все посмотрю, где понравится, где почувствую, что мне более комфортно. И там мы остановимся. Может, еще куда-нибудь поедем. Посмотрим. Тут еще на Крым всякий раз зашла посмотреть жилье в Геленджике. Вышел в Севастополь. Вообще не поняла, каким образом. Но вот и так про Крым уже было несколько моментов. Может, и в Крым поедем. Посмотрим, короче говоря. Я теперь не выбираю заранее, не планирую заранее. Уже на месте все решаю по своим чувствам, ощущениям, как мне хочется, нравится. Вот. В Сочи, не знаю, посмотрим. Я вот съезжу все, посмотрю. И уже буду чувствовать, как бы... Но я хочу в любом случае уже на постоянку где-то на море оседать, жить. Вот сейчас повыбираю. Потом, может быть, и до Сочи доберемся. Кто его знает. Может, вернемся туда, если в других местах не так понравится. Посмотрим. Так, нас уже тут много собралось. А Сочи или... Не поняла. В Родане. Не поняла вопроса. Так, девочки, давайте начнем, чтобы успеть осветить всю тему. Сегодня у нас с вами тема «Я есть». Тема очень такая. Я над ней работаю уже давно. Вообще, в какой-то момент жизни, когда я работа над собой начала, я начала понимать, что меня нет. Меня нет, и я никто. У меня вот эти вот программы, я их очень много прорабатывала. Я не могла понять, кто я. Я не могла понять, что я хочу. Я не могла понять, как мне быть. В каком направлении действовать. Чем заниматься. У меня вообще не было вот этого вот целостности. Я не понимала, и я не чувствовала себя целым, целой, что я сама, что я сама вообще что-то могу, что я сама что-то знать, что я сама важна, что я сама что-то умею. Одна. Я единая целая. У меня вот этого вот состояния, ощущения вообще не было. Потому что не было, во-первых, сепарации от родителей, отделенности. Я была всегда как-то с мамой. Какие-то, если глобальные крупные дела, то это делалось с маминой подачей, либо с мамой вместе, либо там, ну, там, если вот бизнес я делала, то там и бизнес мы складчину где-то делали деньги. Мама вкладывала, я вкладывала. Там, ну, вот как-то было всегда вместе. Если не было мамы, всегда я искала кого-то, я искала опору в ком-то, я искала партнёра. Я одна никогда ничего глобального не совершала. Какие-то мелкие, да, и то, наверное, в мелких. Я там искала советов. Я искала, ну, кто-то что-то мне подскажет, кто-то что-то мне сделает. Даже не то, что подскажет, а я ещё искала, кто за меня что-то сделает. И вот не было понимания, что я есть. Я есть сама. Я сама всё могу. Я сама всё умею. И я есть целая. Вот этого ощущения вообще не было. Я всегда была с кем-то в паре. Зависима очень сильно была от других. И получается, что я была единая целая вот с кем-то получается, а не сама целая. Вот это очень важно, девочки, понимать. Мальчики, там, если кто-то есть, понимать, чувствовать, что мы есть единое целое. И мы сами можем принимать решения. Мы сами можем совершать поступки. Мы сами можем брать и делать. Взять и сделать что-то. Но здесь тема ответственности. У меня с темой ответственности были большие проблемы. Я могла для кого-то что-то сделать, для кого-то, за кого-то принять какое-то решение, помочь в принятии решений, помочь кому-то в каких-то делах. Но то, что касалось меня, моей жизни, моих каких-то вопросов, решения, я не могла. Сама я не умела, потому что я была вообще незрелой личностью. Вот до 30 лет вообще у меня не было зрелости, я была ребёнком. Даже где-то немного больше, чем 30. У меня уже в 30 лет свой ребёнок родился, и то я, наверное, первые года-два пыталась искать помощи мамы, у братьев, ещё у кого-то, чтобы мне помогли. Помогли что-то понять, помогли что-то решить. Где-то с подругами постоянно советовалась по поводу своего ребёнка, спрашивала советы, потом сравнивала своего ребёнка с их детьми. Не понимала, что вот это мой ребёнок, что это я сама всё могу решить, я сама всё могу понять, я сама должна что-то для него делать, а не постоянно там ждать от кого-то помощи. И вот это вот очень сильно выбивает на самом деле, вот это вот очень сильно забирает, всю нас энергию вообще забирает, когда мы от кого-то что-то ждём, когда мы в зависимости от кого-то. Тогда у нас нет сил, у нас нет жизни, у нас нет энергии, в нас самих нет живости. Я была неживая. Есть такое понятие «живая-неживая». Я вот раньше его не совсем понимала, сейчас я понимаю, что я была неживая, я была как какой-то зомби-робот, который что-то всё время ждёт, либо что-то откладывает, либо что-то хочет от другого и обижается постоянно, потому что, естественно, у других своих дел целая куча, почему они должны там моей жизнью жить, да. И вот я была натуральной зомби на самом деле, полная обид, полная горечи, страданий, я вообще была вся в страданиях, была полная жертва, состояние жертвы, жила в позиции жертвы. И я не понимала, что можно жить по-другому, я не чувствовала вообще ничего, я боял своих чувств, я не принимала ни своих чувств, ни чувств других людей, поэтому очень сложные всегда были отношения с мужчинами, проблемы были в отношениях и с мужчинами, и с женщинами, и с другими вообще людьми. Вот это было просто... меня не было там, вот там меня не было. И я не могла себя идентифицировать как-то, я не могла понять свою индивидуальность, я не могла понять свою уникальность. Я всегда себя с кем-то ассоциировала, либо сравнивала себя с кем-то. Но никак я не могла там сказать, что вот я такая, вот это вот так, вот это вот так, у меня вот такие принципы, для меня важно вот это. И я точно буду делать по своим принципам жить, и буду делать так, как именно важно для меня, и так, как я хочу, и то, что я хочу. Для меня... у меня этого не было, и поэтому у меня были постоянные качели. Туда-сюда мотало меня, в отношениях меня мотало, в каких-то делах меня мотало, в самореализации, именно в какой-то деятельности меня тоже мотало. Я что-то начинала, но меня надолго не хватало. Мне быстро всё наскучивало, быстро всё надоедало, потому что не было внутри понимания, что конкретно мне нужно, что конкретно важно для меня и что я хочу. Вот, и это потому что меня не было опять-таки, да, и вот это вот состояние «я есть», вот оно сейчас, и то, наверное, я не знаю, на сколько процентов только есть во мне, и я постоянно работаю над этой темой, что я есть, что я могу, что я знаю, что я умею, и я знаю, как это для себя, не для других, а для себя. Ну и, соответственно, так как я работаю с людьми, вот только тогда, когда я начала понимать, что я есть, что я знаю что-то тут там для себя именно, тогда у меня начало больше появляться людей вокруг меня, больше людей начало приходить ко мне, клиентов, да, на проекты больше людей, больше людей вот на обучение появилось, да, люди начали верить мне, верить в меня, потому что внутри появляться начала вера в себя, потому что внутри начал появляться вот этот стержень крепкий, который знает, который знает, умеет и делает, и знает, что хочет. Вот эти качели начали уходить, и внутри вот таким образом приходит спокойствие, вот таким образом внутри возникает гармония, лёгкость, и ты никуда не торопишься, ты не нервничаешь, не дёргаешься, что что-то у тебя не получится, что-то будет не так, ты расслаблен. Что бы ни происходило, ты в состоянии расслабленности, по сути. Иногда, да, конечно, бывают какие-то моменты, которые выбивают, но они очень редко возникают, и обычно ничего уже тебя не выбивает, ты спокоен. И вот это вот состояние, оно очень важно, когда я есть, когда вы внутри себя, когда вы уверены в себе, когда в вас есть этот стержень, он прям такой крепкий, что вы непоколебимы, что у вас чьё чужое мнение уже теперь вас вообще никак-то не поколебит, не то, что о вас там кто-то подумает, что-то скажет, ничего вас не колеблет, вы уверены в себе, вы уверены в том, что вы делаете. Даже если вам кажется, что вы что-то делаете не так, вы позволяете себе это делать, вы позволяете себе ошибаться, вы позволяете себе сделать так, как вам хочется, то, что вам хочется, каким бы оно ни было. Вот, там, девчонки, вы что-то писали, быстренько прочитаю. А, сейчас насчет Вардона я поняла, спасибо. Доброе утро, девочки, всем. Так, если есть какие-то комментарии, вопросы по теме, по сути, или что-то непонятное, пишите, будем разбирать, потому что я всё же поняла, что я в последнее время начала редко в эфир выходить. Вот так вот тяжело просто тебе говорить, и в ответ тишина. Я всегда люблю эфиры, когда много вопросов, и когда мы вместе что-то обсуждаем, потому что очень нужна обратная связь, а иначе становится скучно просто говорить и говорить. Вот, девчонки, пишите свои комментарии. Ладно, вот, так, ещё смотрите, состояние я есть. Я хочу проговорить сегодня про страх одиночества ещё. Есть такая очень важная, очень сильная тема одиночества, которого боятся все. Этот страх, страх одиночества равно страх смерти. У кого есть страх смерти, вам нужно работать со страхом одиночества, вам нужно работать с состоянием одиночества. У меня это просто был, я не знаю, ужасно сильный страх раньше. Из-за того, что я боялась смерти, я вот сейчас начала так более глубже эту тему понимать, я постоянно чем-то болела. Причём у меня такие болячки были один раз, я почти там дошла до ручки, у меня был такой очень сильный нервный срыв после отношений, после которых, ну, просто меня кормили капельницами. Я не могла встать с кровати, у меня вот тётя, сестра, они до сих пор вспоминают этот момент, они мне говорят, труп намного красивее выглядел, чем ты тогда. Да, и вот из-за того, что у меня был такой страх смерти. А что такое страх смерти? У меня тогда отношения приходили к концу, очень были нехорошие, и это был не страх смерти, а страх одиночества. Я боялась остаться одна, потому что, ну, это был мой первый мужчина, муж. У меня в голове всегда сидела так, как у нас верующая семья, что один раз надо выйти замуж, и муж должен быть один на всю жизнь. Во мне сидела вот эта жёсткая программа, и когда там начались сложности в отношениях, я начала понимать, что, ну, нельзя жить в таких отношениях, что надо их прерывать. У меня вот это всё включилось, и страх одиночества, и страх смерти, и ещё там куча всего, и меня повело. Со здоровьем создались очень большие проблемы. И вот этот вот страх одиночества, опять-таки, да, из-за моей вот этой зависимости, то, что мне надо было быть всегда с кем-то в паре ещё, вот эта тема отсюда же включилась. И получается, что очень сильно вот это меня выбило из жизни, выбило вообще моё здоровье. Отношения очень многие попортились в тот момент с другими людьми тоже. Вот. Страх одиночества. Вот это о том, что как раз-таки нас нет. Когда у нас есть очень сильный страх одиночества, это говорит о том, что меня как целого нет. И вот здесь вот надо работать над этой темой, что я целая, я есть. Мы в любом случае родились на этот свет. Внутриутробно мы были одни. Я был один, да, я была одна. Внутриутробно. В любом случае я была одна. Я на эту жизнь пришла одна. Я эту жизнь пришла проживать одна. Для себя я её пришла проживать свою жизнь. Одна. Да, вокруг нас очень много людей, у нас очень много близких. Но всё, что касается меня, это касается только меня. Касается моих только решений. Касается только моей ответственности. Только моих действий. Только моих желаний. Только моих чувств и эмоций. Только моего тела, моего ума и разума. Всё есть я целая. И вот когда вы поймете, что вы один и что одиночество это большой ресурс для вас Тогда уйдет страх смерти, тогда уйдут болезни, тогда уйдет страх одиночества И тогда вы уже через вот это понимание, что я есть, вам будет легче что-то отдавать другому Когда нет вот этого внутри ресурса, я есть, то тогда мы получается постоянно от кого-то хотим что-то взять Мы постоянно ждем и мы постоянно живем в потребительстве Мы потребители, мы постоянно у кого-то высасываем чувства, эмоции, энергию, силы, там я не знаю Все, что можно высосать от другого, мы это к себе тянем, тянем, тянем И тогда мы живем в позиции эгоиста Тогда, когда мы живем в позиции вот этого потребительства Естественно, у нас начинаются прорехи в других областях Вот как у меня со здоровьем в тот момент, да, большие проблемы были У меня потом там и с финансами, в принципе, в какой-то момент начались вопросы Потом я их выправила, так как вроде все равно целеустремленность очень сильная была и желание иметь Но все равно повыбивало и было тяжело снова восстанавливать и финансовую часть, и здоровье И потом года 2-3 было вообще на таблетках постоянно Ну много что пришлось восстанавливать и очень сложно И потому что я была в этом потребительском состоянии Только я себе брала-брала и вселенная, она всегда соблюдает баланс брать-давать Она начала у меня забирать, чтобы соблюсти этот баланс Потому что мы не можем брать все время только Нужно отдавать в любом случае Лучше, когда вы это отдаете добровольно Отдаете сами, без того, что вы ждете все время только для себя Вот, и вот здесь вот, когда вы понимаете, что вы целая Тогда вы еще наполняетесь У вас тогда очень много ресурсов открывается В каждом из нас очень много ресурсов Все ресурсы внутри нас есть Но так как мы, когда в паре с кем-то другим Мы зависимы Нас нет Мы не можем эти ресурсы в себе увидеть Прочувствовать Найти, вытащить, раскрыть Ресурсы нужно раскрывать Нужно для этого с собой почаще разговаривать Нужно проживать свои чувства Жить своими чувствами Что я чувствую себя постоянно спрашивать Нужно еще быть максимально честными с собой Вот здесь вот И тогда все ваши ресурсы, они раскроются в вас Они выйдут наружу И уже вы будете пользоваться своими ресурсами Вы не будете ни у кого ничего высасывать Вам не нужно будет это Вы наоборот уже начнете свои ресурсы отдавать Потому что уже вот эта наполненность она будет И уже когда мы наполнены Нам надо куда-то что-то отдавать Отдавать, отдавать Почему я начала обучать? Потому что в какой-то момент я поняла Что знания просто через край Честно, я люблю учиться Я всегда любила учиться И когда я пошла работать с людьми И это было ежедневно Либо что-то я на практике изучала Обучала, наблюдала, чувствовала Много чего читала, изучала Обучалась где-то А внутри знаний стало настолько много Я наполнилась Я уже не знала, как их раздавать Куда отдавать и что с этим делать Где-то просто безоплатные проекты Сессии проводила Где-то платно все раздавала По-всякому раздавала По друзьям раздавала, людям Но потом понимаю, что все равно этого мало И что мне нужно что-то больше Мне нужно больше отдавать И поэтому я уже просто с пониманием того Что вот это так Я начала уже обучать Я уже начала просто понимать Когда я начала больше быть в состоянии Я есть Я уже начала понимать Что я хочу и что мне как делать Раньше бы, несколько лет назад Я бы не понимала, что мне надо Начать обучать, чтобы поделиться Вот этой наполненностью своей Чтобы поделиться этим знанием другим Я бы просто ходила, наверное Либо наполнилась именно физически как-то Когда мы наполнены, мы начинаем физически наполняться Либо еще что-то я бы начала Но до меня бы не дошло Что вот так вот можно раздавать Вот это вот состояние Я есть, оно очень важно Как к нему прийти Наверное, самое первое Это что я чувствую Научиться быть в моменте здесь и сейчас Что я чувствую сейчас День по нескольку раз Начать себя тренировать Спрашивать Затем второй вопрос Где я вру сама себе Где я себя обманываю Что третье Что для меня важно Какие принципы у меня есть жизненные Что я буду делать А что я точно не буду делать Как я буду делать А как я точно никогда не сделаю Подобные вопросы Сами для себя сформулируйте И разберите важные моменты Для вас Важные моменты Во-первых В отношениях с собой Можно еще вот так по сферам Это все разделить Важные моменты В отношениях с собой С родителями С мужчиной Или с женщиной С детьми Важные моменты В вашей самореализации Честно себе признаться Что вам в своей самореализации важно Потому что Тема самореализации Она такая Очень скользкая Даже я бы сказала Очень интересная тема Некоторые бьются 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 Ничего не получается Не получается Не получается Не хотят Потому что там есть у другого Потому что другой смог Значит я тоже смогу Нет Мы все разные И то что может один Не может другой И надо это понимать И что для одного легко Для другого Может быть очень сложно Или вообще не нужно И здесь важно Признаться себе Честно Что мне это не нужно Что я вот так не хочу Вот ну взять Мой инстаграм например Я пыталась Какое-то время Делать эти сторизы Честно У меня постоянно Был внутри напряг Очень сильно Что надо сделать сториз Что надо что-то снять И я не была в моменте Когда я снимала Я там куда-то иду Развлекаться Вместо того Чтобы развлечься А быть в моменте И насладиться Я снимаю сториз Чтобы показать Как я живу Блин Так меня это все вышибало Потом определенный момент Я признала себе честно Что я не хочу так Я не буду снимать сториз Я не буду Выставлять себя И свою жизнь На показ Не хочу Я сейчас вот даже думаю Что наверное я И фотографии свои не буду Вот ну Я пыталась тут Пойти на фотосессию Договорилась уже И что-то как-то Ну нет внутри Вот этого отклика Что я хочу Что мне это надо И как-то она отложилась Отложилась И потом я сказала Я пока не буду Я реально Не хочу даже Фотки свои Уже в инстаграм Выкладывать Просто будут Какие-то картинки Скорее всего Ну конечно Есть идея Записывать умные видео Посмотрим Пока я ее В голове обдумываю Хочу я это или не хочу Надо мне это или нет Пиар ради пиара Я ну не хочу так Вот для меня важно Жить расслабленно Жить в моменте Наслаждаться И получать удовольствие От жизни А не вставлять Свою жизнь на показ И показывать чаще всего Того что нет Я не хочу так Вот И вот это важно для меня Вот это мой принцип Да Вот так вот Разберите пожалуйста Не делайте так Как делают другие Не живите так Как живут другие Не живите чужими целями Чужими желаниями Не живите чужой жизнью Вот даже Вы смотрите Эти сторизы В инстаграм А оно вам зачем Вот многие Сливают свою энергию На этот инстаграм Сегодня только я Подписанный Перукова Прочитал хороший у нее Такой пост Мне понравился Как раз про это Зачем вы Свою энергию сливаете Еще и тратите Энергию на того Чтобы жить чужой жизнью И брать от них Да надо развиваться Но развиваться не так Развивайтесь Читайте больше Больше себя изучайте Что такое развитие Развитие это то Чем больше вы себя изучите Тем больше вы будете развиваться Чем меньше вы внутри себя И чем меньше вы изучаете Самого себя Тем меньше вы развиваете Что бы вы ни делали Сколько бы ни было У вас образования Иногда у человека Есть 3-4 высших образования Но ты начинаешь С ним разговаривать И понимаешь Что он пустой С ним даже поговорить Не о чем Потому что он не внутри себя Потому что у него Книжных знаний Очень много А познания Человеческой природы У него нет И вот очень важно Познавать свою Человеческую природу Свою суть Свои чувства Свои эмоции Своё тело Как оно реагирует На что-то Почему оно так Среагировало Что я чувствую Вот здесь Вот там В отношениях с этим В той-то ситуации И чем больше Вот так вот Вы будете Свою природу Человеческую познавать Тем больше Вы будете Я есть Тем больше У вас будет Уверенности И веры в себя То наверное Самые большие запросы Это вот Про веру И уверенность в себя И доверие К себе И к миру Тем больше Будет уверенности В себе Тем больше Будет любовь к себе Да Тоже очень болезненный И важный вопрос Для многих Любовь к себе Тем больше Любви к себе У вас будет Чем больше Вы познаете Свою природу Почему у нас нет Любви к себе Ну потому что Нас нет Потому что Мы не знаем себя Потому что Мы не знаем что мы хотим, потому что мы не знаем, какие мы, потому что мы вообще себя не знаем, поэтому любви к себе нет, поэтому не веры в себя нет, а во что верить, если меня нет. Вот эта тема, она очень тонкая, и, вы знаете, работаю со многими темами, ну, кто со мной давно, да, все знают, что я работаю со всеми темами. Для меня нет той темы, которой я не прорабатывала, онлайн-проектов у меня уже было миллионы, были на разные темы, и я все больше и больше и больше прихожу к тому, что надо работать с темой «я». Я с темой отношений с собой, с темой «я есть». Когда я уважаю себя, когда я уверен в себе, я умею и могу уважать другого только из этой позиции. Если у меня нет уважения к себе, то я, естественно, не понимаю, что такое уважение к человеку, так как я человек, и как же я могу уважать другого человека? Я не могу его, я не умею, я не знаю, что такое. То же самое про веру и доверие. Мы не доверяем очень много людям, да, но если я себе не доверяю, своему мнению, своему решению, своим действиям, я не верю, не доверяю, то как я могу поверить в другого? Никак, потому что я не пропустила через свои чувства, чувство веры, чувство уверенности и чувство доверия. Вообще я его не пропустила через свое состояние внутреннее, поэтому его у меня нет. Естественно, я его не могу дать другому, потому что у меня этого нет. И вот чем больше вы обращаться будете к себе, вы повернетесь к себе. Очень многие люди, я прям, ну, говорю, что вы отвернуты от себя, и причем полностью вы стоите к самому себе спиной. Чем больше вы начнете поворачиваться к себе потихонечку, сразу на 100% невозможно повернуться на все нужно время, и чем больше вы потихонечку будете поворачиваться к себе, делать что-то для себя, для познания себя и своей человеческой природы, тем глубже вы сможете лучше понимать другого человека, тем отношения с другим будут меняться к лучшему. И отношения к самому миру, к жизни, к любым ситуациям, к любым действиям своим, другого человека будут меняться. Вот. Только через отношения с собой. И только через отношения с собой, понимание, отношения с собой, понимание себя придет понимание чего-то большего в жизни. Вот. Так, сейчас я посмотрю вопросики ваши. Хорошо. Не страшно, смайлики? А хочу, не хочу. Нет, не нормально, что вы ставите... Добрый день. Не нормально, что вы ставите на первый план, а не обидеть другого вы себя предаете. Всегда, когда вы ставите на первый план не обидеть другого, вы всегда обманываете себя, и его тоже обманываете. Потому что вы не хотите, вы пришли, а внутри вас все кипит и бурлит, а вы натягиваете улыбку, улыбаетесь, лишь бы его не обидеть. Где тут честность? Нет тут честности. И вы обманываете себя и его, и тогда отношения, напряжение появляется в отношениях. Тогда это напряжение с каждым разом все больше, больше нарастает, и потом возникают какие-то взрывы, в виде обид у кого-то, какого-то конфликта, ссоры, непонимания, предательства, ну еще чего-то. Вот. Не нужно действовать из того, чтобы не обидеть другого. Всегда спрашиваю, что я чувствую, и что я хочу сейчас. Как я хочу сейчас. Важно очень понять, что мы все проживаем роли, да, мы все разные роли, но у вас всегда главная роль. И вы всегда в отношениях с собой, у вас всегда главная роль. И вот как вы к вот этой своей роли, что я есть, в отношениях с собой будете относиться, так же к вам будут люди относиться, так же вы к ним будете относиться. относиться. Вот смотрите, когда вы в честности собой себе признаетесь, что, блин, я устал, я не хочу, я не пойду, человек на вас не обидится, но когда вы честно себе в этом признаетесь и уверенно будете в этом, а если вы начинаете, вот как некоторые делают, да, начинают обмануть, ой, ты знаешь, там, у меня там ребенок заболел, я не могу прийти, ой, у меня тут на работе типа задержали, я не могу прийти, еще что-то вы начинаете придумывать, выдумывать, вот тогда человек на вас обидится, потому что мы все друг друга чувствуем, мы все обмениваемся энергиями, чувствами, ощущениями и вот здесь возникает еще больше конфликта, лучше даже я бы рекомендовала сказать честно, ты знаешь, прости меня, пожалуйста, я очень устала и я не могу сегодня прийти, вот это будет честно и по отношению к себе, к другому человеку и тогда придет большее понимание, когда вы говорите из позиции правды, из позиции чувств, вот, если есть вопросики и комментарии, тоже пишите, вот, и вот эта тема я есть, она прям хорошая, я скажу так, что прорабатывая ее, вы можете в принципе многое другое не прорабатывать, проработав эту тему, поработав над ней, все другое, оно как-то само собой уже проработается. Я очень долгое время прорабатывала отношения с мамой, очень долго, прям несколько лет, вместо того, чтобы начать прорабатывать отношения с собой вообще, понять себя и разобраться с собой, кто я есть. Вместо того, чтобы это проработать и в этом разобраться, я прорабатывала отношения с мамой. Пока я прорабатывала отношения с мамой, у меня, ну, ничего не получалось особо, какие-то были с подвижки, но их не было очень таких больших глобальных, но появились какие-то большие глобальные только тогда, когда я начала понимать, что я такое, кто я такая, что важно для меня, как я себя чувствую по отношению к себе, что я чувствую по отношению к себе, уважаю ли я себя, ценю ли я сама себя, верю ли я в себя. А для этого нужно делать действия, чтобы начать ценить и верить в себя, нужно начать что-то делать для себя. И вот эта вот работа над собой, она приведет вас ко всему к этому. Работа над собой не только на ментальном, психологическом уровне, да, но и на физическом. И телом очень важно заниматься, там как минимум с утра зарядочка, она очень важна и очень нужна. Вот. Так, ну и смотрите, еще по теме я есть. Очень важно, конечно, проработать тему зрелости. О зрелости, ответственности. Очень важно быть зрелой личностью, очень важно быть взрослыми, очень важно быть взрослыми, зрелыми, перестать быть детьми. Мы очень многие живем в позиции ребенка, очень долго. Мы все время боимся ответственности, мы что-то откладываем, перекладываем на кого-то, да, мы не действуем, мы боимся действовать, нам тяжело действовать по каким-то причинам. И тогда это говорит о том, что мы в позиции ребенка, мы боимся, нами управляют какие-то наши страхи. И тут тоже надо естественно разобраться со своими страхами, то, что касается именно меня, какие у меня есть страхи, да. Не то, например, за кого-то я боюсь, там, за ребенка боюсь, за мужа боюсь, еще там, за родителей что-то я там боюсь. Нет. А именно с собой, со своими страхами разобраться. Что я чувствую, когда у меня есть там тот или иной страх. Опять, что я чувствую. Больше возвращайте все время себя в момент здесь и сейчас, и в состоянии, что я чувствую сейчас, что я чувствую в отношениях, что я чувствую в ситуациях. Вот этот вопрос, он будет больше вас к себе приводить. Больше вас будет поворачивать к самим себе, и он больше вам даст понимание, осознание какие-то глубокие о самих себе. Ну, кроме этого, конечно, еще очень много разных других вопросов, но вот это вот, что я чувствую, оно очень много уже важного даст. И еще что-то я тут хотела. Смотрите, еще хочу-не хочу хотела. Вопрос забыла, забыла проговорить. Когда вот эти вот качели хочу-не хочу, это говорит о том, что нет твердой, получается, решения твердой уверенности в себе. Твердые решения, они очень важны. Вот в какой-то степени немножко обладать необходимым жесткостью, но в отношениях с собой, чтобы жестко научиться принимать решения, что вот это вот будет вот так и только так. Не становиться жестким, а быть жестким именно в каких-то решениях. Быть сильным, быть где-то упрямым даже. Хотя многие боятся всех этих качеств, чувств, да, но они все равно нам нужны, они все равно важны. Даже какая-то степень злости, она тоже очень нужна, чтобы, допустим, принять какое-то решение. Здесь тоже иногда вот это вот чувство и состояние злости, что вот так я сделаю, и все, но тоже необходимо. Поэтому не надо вот, ну, многие меня смотрят, слушают, я знаю, вы прорабатываетесь над собой, да, прорабатываете себя. Не нужно избавляться от этих чувств. Нужно их принять в себе, и нужно позволить им быть в вас, в вашем пространстве. И нужно научиться это принимать в другом человеке, потому что люди разные, и мир, он разный. И чем больше вот таких вот чувств, качеств в себе примите, тем легче будет вам принимать других людей, и у других эти чувства, качества и состояния. Прям очень важно принять в себе все. В нас есть все. В нас есть и достоинства, и недостатки. Принимать, научиться свои недостатки, как свои достоинства. Вот когда я услышала эту фразу, принять свои недостатки, как свои достоинства, долго не могла ее понять, прочувствовать. Но потом, когда до меня она дошла, стало очень интересно. Я начала разбираться в своих недостатках, и я начала даже где-то любить начинать свои недостатки. И это было так классно. И вот вы тоже прям научитесь принимать каждое свое недостоинство, как свой достаток, как свое достоинство. Это же вы только думаете, что это недостаток ваш. А на самом деле, кто-то другой, наоборот, в этом видит для вас что-то хорошее. Вас, вернее, как что-то хорошее, как какое-то достоинство. И чем больше вы так вот своих недостатков примете, тем вы достойнее будете себя чувствовать. Здесь не то, что убеждая и доверяя, здесь, когда мы что-то хотим, очень важно прям разобрать по косточкам. Истинное ли это мое желание? Почему я это хочу? Потому что, например, сейчас это модно. Потому что, например, у моей подруги это есть, там или у коллеги, у друзей у кого-то есть. Потому что мне денег деть некуда. Поэтому я решила купить эту вещь, разобраться, почему я хочу эту вещь. Многие сейчас могут подумать, так вообще ничего не будешь себе покупать и нафиг надо так много задавать. Но, когда мы будем вот так вот рационально подходить к покупке всех вещей, у нас будет меньше захламленности дома на самом деле. У каждого в доме столько хлама. У каждого в доме есть уйму вещей, которые они купили. И через 5 минут она им оказалась ненужной. Перестала нравиться. У меня у самой раньше постоянно так было. Я что-то покупала и потом даже на автобусе, пока доезжала до дома, уже, блин, не хотела. Думала, нафига я это купила. Вот оно мне зачем надо было. Вот прямо, знаете, покупайте вещь по мере необходимости. Вот оно вам сейчас надо, идите купите. Оно будет рационально. И финансы, их нужно накапливать. А мы заработали и идем быстренько бежим их сливать куда-то. Лучше инвестируйте. Инвестируйте в свои знания. Самая лучшая инвестиция – это инвестиция в себя, в свои знания, в свои умения, в свое внутреннее состояние. Чем больше вы будете инвестировать именно на какие-то вот развития внутренние себя, тем больше вы получите благ, тем больше финансов будет у вас становиться. И тогда уже вы сможете покупать легко, спокойно. И уже даже если вам что-то не понравится, это не будет вас выбивать. Потому что когда ограничено, все равно мы что-то покупаем, это нас очень сильно выбивает. И мы потом нервничаем, дергаемся. И многие, я знаю, ходят вещи, возвращают. У меня есть такие люди, которые купили. Но, слава богу, они умеют себе, кстати, признаться в том, честными, что я не хочу. И тут возвращают ту же вещь. На следующий день, слава богу, у нас в течение 14 дней можно вернуть эту вещь. Поэтому те, кто вот так вот, у кого проблемы с покупками, берите всегда чек. И можно всегда вернуть. В этом ничего плохого нет. Если вы понимаете, что на самом деле мне это не нужно. Вот. Либо там можно перепродать. Но не надо, допустим, на сети использовать, если вы понимаете, что это не нужно. Будьте честны с собой. Чем честнее вы будете даже в каких-то мелочах с собой, тема блага больше для вас будет. Тем вы больше будете доверять себе и увереннее в себе. Вот через мелочи даже какие-то бытовые, вот эта вера в себя нарабатывается. Когда вы честно себе признаете, что, блин, это мне не надо, вот это я не буду вот так делать, это я не хочу. Или я хочу вот это, и я пойду сейчас сделаю, потому что я хочу это, и мне это нужно. Я раньше очень часто тоже по эмоциям что-то делала, покупала с кем-то на эмоциях, пыталась там поговорить, выяснить отношения. Но сейчас я всегда, как говорится, хорошая пословица, утро вечера мудренее. Я сейчас всегда пережду, перебдю, как говорится, а потом уже вот когда я точно уверена, что я это хочу, я это буду, то да. Я вот сейчас на мастер-класс на прошлой неделе ходила, да, себе сережки сделала. Я давно уже, где-то года полтора, мне, ну, тема камней, она мне давно интересна, и я где-то года полтора все хожу, думаю, хочу я заняться камнями или нет, хочу что-то делать, украшения. Вообще я люблю творчеством заниматься и создавать что-то красивое. и у меня есть как бы вкус и навык вот этого. Я понимаю, что я могу, для меня это несложно, для меня это легко, и я это хочу. И вот полтора года где-то я мусолила эту тему, мусолила, и вот уже теперь я поняла, что у меня сейчас и время есть свободно, на самом деле, для этого. И я хочу, и я пошла, сходила на мастер-класс вот к Ирине на той неделе, сделала сережки, и я буду этим заниматься. Вот мне это нравится, я хочу. И вот здесь вот для меня нужно было полтора года, чтобы вот это понять, что точно мне это нужно. Еще очень важно подождать, очень важно прочувствовать это все. Мы же идем чаще всего за эмоцией. Только что захотела, побежали, сделали, потом сидим без энергии, потом у нас все плохо, нам хреново, либо мы болеем, либо у нас пойдет слив в плане денег, еще что-то, потому что вы не поняли и не осознали, надо вам это, и не прочувствовали, вы побежали за эмоцией. А когда мы бежим за эмоцией, ну ни к чему хорошему это не приводит. Поэтому научитесь немножко переждать, выждать. И это тоже про доверие к себе, про веру в себя и про отношения с собой, про то состояние, что я знаю, чего я хочу, и я знаю, как я хочу, и как мне нужно. Спасибо, Ирина. Вот, девочки, поэтому я есть, отношения с собой. На следующей неделе будет 5 дней безоплатного проекта. Присоединяйтесь. Мы на проекте так, ну, я так готовлю хорошие темы, именно проработки отношений с собой. И многие испугались, что потом будет полугодовой проект, первые 5 дней бесплатно. Можно просто прийти на безоплатную часть, не обязательно вам идти на платную. Просто в себе, если что-то хотите разобраться. Я понимаю, что у кого-то по ресурсам времени нет столько полгода работать над собой, да? Ну, кто-то боится этого, что каждый день полгода надо будет быть в осознанности, работать над собой. Кто-то по финансам, еще что-то. Я все понимаю. Просто приходите на безоплатно, поучаствуйте, посмотрите, почувствуйте. Потому что многие у меня, кто участвовал даже в безоплатном, потом мне пишут, обратную связь дают, что там столько получили, столько поменялось, благодарят и радуются, и живут в радости. Пожалуйста, мне не жалко. Приходите просто на безоплатно, там уже вы решите, хотите вы или нет. Но единственный момент, что хочу проговорить, у меня разные были. Был самый долгий трехмесячный проект. Он все равно тоже еще не так дал много, как полгода. Полгода – это большой промежуток времени. Но для того, чтобы проработать какие-то моменты, нужно время. Нужно для этого больше времени. В одночасье не поймешь, не почувствуешь и не проработаешь. Нужны осознания. Нужно для осознания тоже время. Какие-то осознания, там я не обучалась, может, года два назад, чему-то где-то, да? Сейчас могут ко мне прилететь. Я потом вспоминаю, ага, два года назад мне там вот этот преподаватель вот это говорил. Я тогда его не поняла, не услышала. А сегодня только понимаю. Вот поэтому вообще вот имейте в виду, кто работает над собой. Не ждите, что прямо сразу вам упадет с неба что-то. Не ждите, что прямо сразу вы там через месяц после работы над собой поменяетесь. Нет. Минимум полгода. Девчонки, вот я на своем опыте. На опыте всех своих клиентов. У меня есть клиенты, которые вот по году, очень много их таких, которые год со мной работают. Где-то уже даже больше года кто-то, кто-то полгода. И вот у них есть результаты. Я вижу эти результаты. И они видят. И они дальше идут за мной, потому что они видят эти результаты. Они понимают, что всему надо время. А есть многие, которые бегают от одного практика к другому, психолога, и говорят, у меня нет результатов. Ну не будет результат на следующий день или через два дня. Не будет. Будет через долгий промежуток времени. Но если вы вот этот весь промежуток времени в постоянной осознанности были, в постоянных осознаниях находились, в постоянном позиции чувств своих внутренних, внутри себя, вот тогда будут хорошие результаты. Вот это я могу точно сказать. Поэтому, девчонки, кто хочет, приходите на безоплатную часть, на платную. Кому как удобно. Всех жду, всем буду рада. И работайте над отношениями с собой. Только когда вы умеете влиять на самих себя, вы тогда только сможете влиять на других людей. Только тогда вы сможете влиять на какие-то ситуации в своей жизни. На свою жизнь. И тогда вот желание по щелочку пальца исполняется. Даже нежелание, просто что-то подумал, и оно уже тут получилось. Я тут, у меня племенник. Прошлая неделя дома сидит, садик не ходит и эту. Ну, немножко такой шумный товарищ. И когда они вдвоем с моим сыном, это вообще от ас. Я тут в полной прострации была. Я понимаю, что сегодня у меня прямой эфир. И мне бы желательно, чтобы вот сегодня его не было. Я вчера, а снахи говорю, я говорю, альбину тебя там не сможет посмотреть, мама или сестра твоя. Она говорит, да, я говорю, завтра, послезавтра мы не придем, моя мама будет смотреть. Я только подумала об этом, думаю, надо ей сказать. И уже как бы ответ от вселенной сам приходит. Вот какие-то такие моменты, они будут сами к вам приходить. Вы только подумайте, уже получится так, как вам это удобно, так, как вам это нужно. Понимаете? Когда вы внутри себя, когда вы в отношениях с собой, когда у вас есть отношения с собой. Я, честно говоря, вообще не знала, наверное, еще года два назад, что есть отношения с собой, что надо выстраивать отношения с собой, что надо быть в отношениях с собой. Я только думала, что отношения это может быть с другим человеком. Нет, очень важно, чтобы отношения с собой были, девчонки, вот мальчишки, да, кто есть тут, вот очень важно, чтобы всегда были отношения в первую очередь с собой, когда будут отношения качественные с собой, тогда они и с другим будут очень качественные, поэтому выстраивайте отношения с собой, пожалуйста, я вот прям всех очень прошу, заостряя на этой теме, да, красотища, так, спасибо, девочки, спасибо. Да, вот у меня здесь Саша год, а мы с ней работаем, в апреле будет год, но уже у Саши за полгода были, конечно, хорошие результаты, сейчас она уже там сама у меня обучилась, уже работая с людьми и прям каждый раз радует меня своими какими-то, тоже вот у нее, мне кажется, желание по щелчку пальца уже исполняется, даже иногда лучше, чем у меня получается, вчера только я говорю, ну ты вообще волшебница такая, молодец, вот. Хорошо, спасибо вам большое, Елена, столько информации, девчонки, всем привет, кто еще добавился, вот, так что вот так вот, девочки, есть ли у вас вопросики? Если есть, задавайте, потому что я думаю, время у нас уже заканчивается. Ну смотрите, еще такой вопрос, он мне нравится, для чего ты живешь? Слушай, я прям садилась, как-то расписывала, и сейчас вот руки не дойдут, немножко времени не хватает, последнее время сесть и расписать хочу, для чего я живу, чего еще большего я хочу. Сейчас уже много есть, я сейчас вот как-то спокойно, внутри расслаблена, я знаю, что вот это я хочу, вот это, а что больше я хочу, но у меня, честно скажу, нет каких-то планов и целей очень долгосрочных, потому что все меняется, я меняюсь, и поэтому я писала просто несколько раз на 5 лет цели, на несколько лет, какие-то исполнились, да, но какие-то вообще отошли, потому что я изменилась, и мне это стало неинтересно, и мне это не нужно. Сейчас я такие долгосрочные не расписываю, но какие-то там, допустим, на несколько месяцев вперед хочется сесть и расписать, посмотреть, и чего большего хочется, для чего я живу, сейчас для чего я живу, сейчас чего большего я хочу. И вот это вот, наверное, каждый полгода надо делать, а то некоторые распишут, на 5 лет я расписал цели, вот это у меня сбылось, вот это не сбылось, вот это сбылось, наверное, это еще сбудется, нет. Я считаю, что надо цели, а лучше вообще только на месяц вперед писать свои желания. И каждый раз себя спрашивать, чего я большего хочу, и что я могу сделать сейчас для того, чтобы это большее ко мне пришло. Ну, естественно, кроме того, чтобы написали, чего вы большего хотите, опять разобрать по косточкам, да, истинно я хочу, для чего хочу, зачем хочу, почему хочу, точно мне это нужно или не нужно. Иногда бывает, я там что-то хочу, что-то решу, все, вот точно пойду, точно хочу, точно сделаю, но через пару дней понимаю, что нафига мне это надо, не буду я это делать, это не мое. Не чувствую, вот не идет туда, какая-то эмоция туда не идет, какое-то чувство туда не идет, вот прям научитесь чувствовать. И жизнь становится тогда проще, и ты не дергаешься лишний раз, ты спокоен, и потом ты, допустим, чего-то хотел, и подобное намного лучшее, оно само как-то приходит к тебе в твое пространство, и ты понимаешь, ага, значит, мне вот так вот надо было, а не вот так. И, ну, блин, интереснее так жить, девчонки, вот честно, я жила в страданиях, я знаю, что такое жить в страданиях, я знаю, что такое жить, когда у тебя жизнь, кругом черная полоса, и все фигово и хреново, и я знаю, как это жить в удовольствии, каждый день в удовольствии. Да, есть, я вчера с девочками на обучении проговаривала, есть какие-то черные пятнышки, без них не так, мы живем, без них никак, мы живем жизнь, мы живем среди людей, мы живем каждый день, и что-то в жизни происходит, куча вообще в пространстве форс-мажорных состоятельств происходит, да, ситуаций в мире, и все равно так, как мы живем среди всего этого, мы от этого как-то зависимы, в большей или меньшей степени. Лучше быть в меньшей степени, и пусть эти пятнышки черные будут мелкими, горошком, да, чем это будут черные, белые полосы широкие. Зачем оно? Незачем. Можно жить и получать удовольствие, можно радоваться. И, кстати, ты сейчас уже радуешься каким-то даже неприятным ситуациям. У меня вот вчера ребенок, кто-то в гости у нас были, бегали они, так сильно ударился, щеку себе рассек. Так, раньше бы я, все, у меня была бы паника, у меня там сердце бы в пятки ушло, я бы все расстроилась, я бы еще плакать начала, такая дама была. Сейчас, вчера, ну ладно, говорю, заживет. У меня даже как-то внутри никакого чувства не задело, не потому что я бессердечная, нет, а потому что я понимаю, что, ну, бывает. Это нормально, и это жизнь, и, слава богу, он жив. Все. А какая-то там всадина, ничего страшного там. Пройдет, заживет. И вот это вот внутреннее спокойствие, оно на все спокойствие, и на все ситуации. И вот, девчонки, это такое счастье на самом деле. Вот это счастье. Не счастье, когда у тебя там, я не знаю, вокруг какие-то богатства несметные, еще что-то. А счастье, когда ты внутри спокойный. Когда ты внутри спокойный, вот эти несметные богатства, они сами к тебе приходят, потому что у тебя все классно. И не может быть по-другому. Это классно, со всех сторон оно сами приходит. Люди приходят классные, какие-то ситуации классные возникают, какие-то вещи в пространстве сами возникают классные там, еще что-то. И прям ты просто сидишь и благодаришь. Благодарю, благодарю. Ты живешь тогда в этом состоянии благодарности. Вот. Спасибо. Да, доходчиво и понятно. Я, честно скажу, умные слова знаю, но я не люблю ими апеллировать. Вот некоторые умеют красиво, я не знаю, красиво я этому буду делать, не буду. Я человек простой, я люблю по-простому и по-понятному по-русски. А то иногда бывает, и сама слушаю сейчас очень много умных слов, терминов. Как это мне кто-то спрашивал, что такое Грегор. У кого-то где-то услышали, мне пишут в WhatsApp, я объяснила. Мне так смешно стало, я говорю, поэтому я такими умными словами не апеллирую, потому что они, ну, непонятны людям, зачем это нужно, людям голову забивать, да. Вот. Лишний вес всегда связан очень сильно с обидами, девочки, со всеми эмоциями. Я сейчас, вчера у меня идут ситуации с мамой, когда я ей выговорила все свои чувства и эмоции, оказывается, еще остались обиды с детства. И вчера так получилось, я ей высказала, смогла, я не знаю, как-то, но научилась, слава Богу, из позиции состояния своих чувств, что мне больно и обидно. И мама не обиделась. Но и у меня столько энергии вчера было, вот я тут два месяца уже у мамы, я поправилась. И я понимаю, что все равно я где-то зажимаюсь, где-то я стараюсь маму не обидеть, быть хорошей, быть правильной. И я поняла, что я все понять не могла, то ли тут, потому что мама постоянно пирожки и еще что-то, думаю, а я решила расслабиться, потому что мы весь год прошлый такого не ели. Вообще я весь год прошлый была только на ПП, я такого ничего не ела, а тут мне приехала же к маме и что-то захотелось. Думаю, ну ладно, не страшно, потом мы сейчас уедем, я все равно буду на ПП, иногда можно себе позволить расслабиться, да. Я думала, что из-за этого, а вчера я поняла, когда я ей все высказала, выговорила, что и тут накопились какие-то раздражительные моменты, потому что я пыталась промолчать, я пыталась быть хорошей девочкой, я пыталась там быть благодарной, правильно, еще что-то. Нет, так нельзя. Все это, лишний вес очень сильно от наших подавлений. Чем больше мы подавляем внутри себя, копим, тем больше нас раздувает. Лишний вес вот только от этого. В том году я уже начала быть более честной с собой, более честной с мамой, какие-то вещи проговаривать, я много проработала, отпустила. Ну, это все письма обид я очень много писала, я очень много чувств проживала именно в моменте. И вот это мне дало возможность, что лишний вес начал уходить. Ну, я на ПП была, но несмотря на то, что я вот до этого пыталась на каких-то диетах сидеть, у меня уходило максимум 2 килограмма. Я могла недели 2-3 вообще ничего не есть, ну, не уходил вес. Я чувствовала, что я с голоду пухну, причем я и так-то питалась не сказать, что я там жру много, да, еще что-то. Нет, я ем как бы в рамках, но этот лишний вес, он набирался откуда-то, либо он стоял и не уходил. И все это про чувства, девочки. Вот, куда ни косни, все про отношения с собой и все про чувства, внутренние состояния. Ну, плюс еще лишний вес, вот это вот состояние желания страдать приводит нас к лишнему весу, когда мы... Лишний вес же, когда у нас есть, мы же тоже страдаем. Блин, я толстая, блин, что делать? Это же тоже своего рода страдание. Вот когда мы привыкли жить в страданиях, тогда у нас приходит лишний вес. Ну, и еще, девочки, очень важно то, с кем вы общаетесь, как вы общаетесь. Вот я поняла, что я два месяца тут, я больше к маме, больше, чем на неделю в гости я не приеду. И если я приеду, допустим, жить, то я сразу сниму квартиру, буду в отдельной квартире жить. Вот сколько тему вот этих отношений изучаю, понимая, что если на вас кто-то всегда давил, то вы уже вот все равно тяжело войти из этого состояния. Как бы вы не хорохорились, как бы вы, каким бы умником вы не были, то очень тяжело прийти в состояние, что ты главный, а не он. Очень тяжело. Ну, может быть, можно, но так как все равно мама главнее, я маму уважаю, наверное, поэтому еще вот здесь вот есть момент. И, короче, лучше с родителями жить отдельно и подальше. Вот честно вам скажу, я для себя уже несколько раз этот вывод сделала, и вот так. Да, их надо любить, быть благодарными, но лучше как-то вот так, девочки. Спасибо, девочки. Очень была рада. Приходите и на эфир, и на проект. Время заканчивается, поэтому всех благодарю. Работайте над собой, любите себя, выбирайте себя. Не пытайтесь не обидеть другого. Старайтесь не обидеть себя. Чем больше мы обижаем себя, выбирая другого, тем больше внутри конфликтов нарастает, внутри нас. Тем больше мы себя грызем, тем больше мы страдаем, тем больше мы толстеем, тем больше с финансами проблемы, с отношениями проблемы и вообще совсем везде. Лучше, пожалуйста, начните любить себя. Не эгоистами быть, а любить себя. Это две разные вещи. Быть я есть в любви к себе. Вот. Все, девчонки. Благодарю вас. Была рада. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok